Я не хочу долго говорить, хочу оставить время для того, чтобы вы поинтересовались тем или иным аспектом деятельности нашего министерства, нашей внешней политикой, дипломатии в целом. Хочу сказать очень коротко, только то, что я очень счастлив тому, что у нас есть такие проекты, такие движения, которых сейчас немало. К многим из них, большинству, наверное, из них предложила руку Единой России, наша ведущая политическая сила. Я выступал на Селегере, на территории Смыслов, общался и вот в рамках нового проекта, обновленное общество знания, проект лидера России, политический стартап. Кстати, многие из этих ребят, которые там участвуют, и те, кто стали победителями, и волонтеры в том числе на многих направлениях, они сейчас будут участвовать в избирательной кампании на выборах в Государственную Думу. И вот эта свежая кровь, которая обязательно придет в наш парламент, она, конечно, очень и очень нужна. Я убежден, что старшие товарищи сделают все, чтобы обеспечить преемственность. Если брать нашу колокольню, дипломатическую колокольню, то мы выполняем, реализуем внешнеполитический курс, который определяет президент. Он закреплен в концепции внешней политики. И главная задача, если так вот прям емко, создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны на всех направлениях, для обеспечения безопасности, для того, чтобы благополучие граждан укреплялось, их благосостояние росло, и чтобы их права на международной арене были защищены. Понятно, что не все зависит только от нас, потому что мы твердо намерены действовать на международной арене исключительно на основе международного права, устава ООН, в котором записано равноправие всех государств, невмешательство во внутренние дела друг друга, урегулирование любых споров исключительно мирными средствами, и право каждого народа самостоятельно свою судьбу, свое будущее определять. К сожалению, в отношении России, которая сейчас находится за последние пару десятилетий, в отличие от того, что было в 90-х, когда все считали, что все уже новый режим в России установился, он будет целиком послушен Западу, а потом произошло то, что мы все-таки стали возвращаться к своим корням, к своим традициям независимости, самостоятельности и к традициям опоры на национальные интересы, а не на интересы какие-то заграничные. Ну и в этой ситуации наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление, а потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьешь, нас стали наказывать. Вы видели, когда мы поддержали абсолютно свободное волеизъявление крымчан, как отреагировал Запад, как было забыто мгновенно то, что договоренность, достигнутая между тогдашним президентом Януковичем и лидерами оппозиции, была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом, была гарантирована Соединенными Штатами, и эту договоренность оппозиция наутро растоптала. Состоялся вооруженный, кровавый государственный переворот, и когда мы попросили этих гарантов европейских и американских все-таки образумить оппозиционеров, заставить их вернуться к выполнению того, под чем подписались уважаемые западные структуры, они развели руками, ну вот как бы, знаете, демократия восторжествовала. Мы не могли согласиться с тем, что они принимают за демократию откровенный такой радикал националистический и неонацистский государственный переворот. Первые слова новой власти, продекларированные, они потом не материализовались в то время, но инстинкт был сразу понятен, заявили, давайте отменим законы, которые обеспечивают права русского языка. И тут же, на следующий день, в конце февраля, русских не должно быть в Крыму, русский никогда не будет думать как украинец, никогда не будет говорить по-украински, никогда не будет чтить украинских героев, типа Петлюры, Бандеры, Шухевичи. И когда в этой ситуации в Крыму стали выступать против попыток туда направить добровольческие отряды вооруженные, когда восстали против захвата Верховного Совета Крыма, и когда произошел референдум при нашей, конечно же, поддержке, потому что военнослужащие нашей военной базы обеспечивали порядок, и благодаря им все это произошло бескровно, нам вдруг стали говорить, вы аннексировали Крым.